Оделся, взял вещи и вышел через парадное крыльцо стационара 4-й городской больницы, грубо нарушив процесс лечения. Позже, уже во время судебного заседания, пензенец не признал свою вину и пояснил, что совершил такой поступок, поскольку чувствовал себя здоровым. За несколько часов до побега из медучреждения он сдал повторный ПЦР-тест на COVID-19, но решил не дожидаться результата. Тем временем лабораторная диагностика установила, что мужчина ещё является вирусоносителем. На следующий день он самостоятельно сдал тест в медицинской лаборатории «Инвитро» на наличие новой коронавирусной инфекции. Результат был отрицательный, что подтверждается справкой. Однако, поскольку ПЦР-тест Маска, сделанный в больнице, дал положительный результат, представленный им в судебном заседании результат самостоятельного исследования, подтверждающий отсутствие у него коронавируса, не был принят судом во внимание при разрешении дела. Медики поясняют, что такая безответственность может повлечь серьёзные последствия. Во-первых, без соблюдения должных рекомендаций, которых, естественно, пациенту дать не успели, заболевание может прогрессировать. Во-вторых, заражённый человек несёт огромную угрозу для общества. Один пациент, который больной и не соблюдающий, так скажем, самоизоляцию или не применяющий средства защиты, он инфицирует практически всех, с кем контактирует. Это стопроцентное заражение. Как правило, мы выписываем, когда процесс остановился, когда новых очагов не выявляется и когда все воспалительные тесты у нас отрицательные. При выписке по воровшему коронавирус человеку дают рекомендации по амбулаторному этапу лечения, который занимает в среднем 10-14 дней. При этом пациент обязан наблюдаться у врача общей практики по месту жительства. Однако 31-летний пензенец полагает, что в его действиях нет состава вменяемого ему правонарушения. Суд посчитал иначе и назначил гражданину административный штраф в размере 15 тысяч рублей. Постановление в законную силу ещё не вступило.